Ситуация, которая развивается в регионе, в том числе о том, о чем говорил сейчас Владимир Вольфович, потому что это все тесно связано. На линии с нами, Александр Петрович? Да, здравствуйте. Значит, ну, добрый день, добрый день. Александр Петрович, скажите, пожалуйста, вот смотрите, 33 дня уже идут боевые действия, да? Значит, коалиция турецкая, будем называть вещи с именами, главное тот, кто планирует боевые действия, вы прекрасно понимаете, да? И кто, значит, работает со самым мощным беспилотным аппаратом, в основном это все-таки турецкое происхождение, это Байорактары знаменитые, ныне известные, ТВ-2, так называемые, как ударные, так и разведывательные, да? 33 дня боевых действий. Значит, регионы боевых действий, может, кто-то не понимает, это очень маленькие, я там служил в этих краях, и представляю, это, ну, до Степана Керта от, там, определенного удаления, ну, 50-70 километров, вы же понимаете, это ничего, да, по большому счету. Вот на этом небольшой территории развернулся огромный массив турецкой коалиции, которые создали 12-кратное превосходство в личном составе над армией обороны Карабаха и теми относительно небольшими армянскими подразделениями, которые им помогают, да? Значит, преимущество боевой техники, даже говорить не хочется, оно не только количество превосходит, оно превосходит количество в разы-разы, но плюс ко всему это другая техника боевая. Если армия обороны Карабаха и армянские подразделения воюют на технике советской еще в середине прошлого века, на которой я служил еще, вы, наверное, не застали это, да, то, извините меня, это техника противника, так сказать, это техника 21 века. Вы можете объяснить, в чем дело, почему за 33 дня, по сути, такие боли, чем скромные успехи у турецкой коалиции? Ну, вы знаете, что и первая война тоже была непростая, а если вспомнить ее динамику, то тоже начиналось с того, что азербайджанская сторона побеждала, захватывала там часть Нагорно-Карабахской атомной области, республики, как ее тогда провозгласили. Вот, но все потом вернулось с точностью наоборот, и все атакующие стороны, как говорится, вынуждены были отступить. Ну, действительно, вы правильно подметили, что в этой войне техника 20 века столкнулась с техникой 21 века. Действительно, техническое преимущество количественных по видам вооружения, по как их используют у Азербайджана, сплошное преимущество. Но у них нет того, что есть у защитников Нагорного Карабаха. Это их земля, и они сражаются за свою землю. Если в период перемирия, значит, азербайджанская сторона использовала для того, чтобы провести ротацию войск, то есть убрать войска истрепанные боевыми действиями, заменить на свежие войска, то у защитников Нагорного Карабаха такой возможности не было. И нет. Им нет ниоткуда взять новые части, ниоткуда взять новое вооружение. Они тем оружием, которое воюет, воюют достаточно успешно. Есть сведения о том, что за время вот этих 33 дней боев они сбили более 200 беспилотников различного значения. Тем советским оружием, благодаря какой-то смекалке, там еще какие-то, сбили. И понятное дело, что Азербайджану потребовались новые беспилотники, и туда зачастили военно-транспортные самолеты, которые доставляли свеженькие боеприпасы, свежие беспилотники. Понятное дело, что война идет на взаимоуничтожение. То есть одна сторона пытается уничтожить другую сторону. И понятное дело, что лидеры этих стран выражают определенные, скажем, чаяния, надежды на победу. Но все же, скажем, если в техническом плане турецко-азербайджанская коалиция выглядит явно в преимуществе, то в остальном она проигрывает. Даже вот сегодня появилась информация о том, что применялись зажигательные авиабомбы, кассетные. Да-да-да, фасмурные боеприпасы, да. Нет, сейчас фасмурные уже не применяют. Я вас перебью, Азербайджан. Это термитные, термитные. Да-да-да. Я вам скажу, что это на самом деле турецкие боеприпасы, и турки их уже применяли. Это я очень внимательно слежу эти события. Они применяют в 2015 году, когда был... Да-да-да, это была территория Турции, это город Нусабеин называется. Он находится напротив города Камышлы. Камышлы – это сирийский город, а на той стороне Нусабеин. Так это было во время восстания Курда в 2015 году. Азербайджан, я сейчас договорю. Когда они не могли взять штурма... Азербайджан, я сейчас договорю. Когда они не могли взять штурма Нусабеин, терпели поражение бойцов рабочей партии Курдистана, было принято решение Эртаганом испепелить город в прямом смысле этого слова. Они его в лес сожгли этими фасмурными боеприпасами. Так что у них опыт есть. И это турецкие боеприпасы. И пора, может быть, мировому сообщению это обратить внимание. Кассетные боеприпасы запрещены. Фосфорные, термитные, как угодно их назвать, тоже запрещены. И они сейчас используются на Нагорном Карабахе. Хватит, может, молча. Извините. Ну, действительно, фосфорные боеприпасы запрещены. Но я знаю, что, например, военно-промышленный комплекс Израиля, Турции нашли лазейку. Есть понятие термитных боеприпасов. Там используется не фосфор, там используется смесь окислов железо-алюминия, специальная зажигательная смесь, которая вот этому термитному заряду позволяет разгореться до температуры 2000-3000 градусов. И они поражают площадью. Это, как говорят русские, хрен у редьки не слаще. Извините меня за это все. Такой же боеприпас получается. То есть они обошли законодательство. То есть они говорят, какие фосфорные боеприпасы? Мы ничего не нарушаем. Но термитные боеприпасы, они не прописаны нигде. Они не подпадают запретам. Единственное, что они нарушают, это то, что боеприпасы применяются по кассетному методу. Вот те кадры, которые я сегодня видел, демонстрировали, как с неба сыпается такой огненный дождь. Такие же кадры показывали в Донбассе. И тоже тогда почему-то называли их фосфорными боеприпасами, но это термитные. Потому что если вы даже будете на них подавать суд и говорить, фосфорные боеприпасы, вы его проиграете, потому что у них не фосфорные, у них термитные. Но они все равно такие же бесчеловечные. Потому что они жгут силы. Это химический состав можно менять постоянно. А суть остается. Это боеприпасы запрещенных применений, потому что они наносят поражение очень, вы знаете, небывалой силой, сжигают все живое и неживое. На площади, да, они прожигают камень, они прожигают железо, они вызывают обширные пожары. Если упадет на лесополосу, то выжигается целая лесополоса. Вот у нас были такие боеприпасы в СССР, это зажигательные бомбы ЗАП-165 ТШ, или ЗАП-500-300 ТШ. То есть вот там вот 300, это 300 вот этих шариков термитных, да, которые покрывали площадь 40 гектар и вызывали 300 очагов возгорания. Вот с такой температурой. А что сделали турки, какие они боеприпасы сделали, что Израиль? Они, кстати, эти боеприпасы не рекламируют. На выставках военных вы никогда их не увидите. То есть это такой вот секретный боеприпас, когда применяют, когда хотят произвести максимальный урон обороняющей страны, не только вот физически, но еще психологически. Потому что этот термитный боеприпас невозможно погасить. Нет такого состава, который бы погасил такую температуру. Он пока весь не прогорит, он не погаснет. Ну, и несмотря на это, успехов, извините меня, мягко говоря, маловато. Ну, есть один успех. Это самое интересное. Один-то успех есть, поймали уже боевика, который в Сирии воевал. Вот подшушили. Это успех армянской стороны, я говорю, успех от турецко-азербайджанской. А у этих нет. У них успехи каждый день меняются. У них успехи по занятию сел, в которых никто не живет. А там, где есть жители, где есть местные жители, которые берут винтовки, вот он. Да. Вот тот самый боевик, который был взят под шушой. Ну, да, он из сирийского города Хама. Да, он рассказывает на арабском языке. Мне сегодня дословно перевели, что он говорит. И это лучшее подтверждение участия боевиков, значит, террористов в этой, значит, войне. Кстати, вы знаете, Алексей Петрович, господин Артаган, как заявил, что якобы он говорил с Путиным и сказал, что на стороне армянской стороне воюют бойцы рабочей партии Курдистана, да. Значит, которым якобы армяне платят 600 долларов, значит, за участие боевых действий в месяц, да. Ну, господин Артаган считает, что тут идиоты у нас в России есть. Значит, рабочая партия Курдистана, во-первых, она не запрещен. Я отвечаю сейчас в две минутки. Незапрещенная в России это раз, да. Во-вторых, армяне определенно не могут пригласить эту организацию. Они, во-первых, не нужны. Во-вторых, Иран не заинтересован в этом. Дело в том, что в Иране воюет, значит, одно из ответвлений рабочей партии Курдистана называется партия свободной жизни, РПК Пежак. Я, кстати, хочу сейчас, чтобы показали его лидера. Он очень интересный фотографий, вам особенно понравится, да. Найдите мне генерала Кусина Исна-Багана. Значит, это так, этот командующий, да. И эта партия, это движение участвует, ее, так называемые отряды восточные, отряды самобороны восточного Курдистана, это иранского, участвует в боевых действиях против иранских силовых структур. Поэтому, если это было бы, иранцы сразу закроют все доступы к армении. Поэтому идиотов нету. Это по определению они не могут участвовать. Найдите тогда фотографию, кому они начали, в руках этой партии, да. Показываю, да? Я ее не вижу, но вы обратите внимание, на кого он похож. Чем-то на Сталина похож, да. Что-то у него от Сталина есть. Ничем-то, а Сталин. Сталин, Сталин, Сталин один к одному. Иосиф Сталин. Мне не видно, мне не показывают. А вот, да. А там еще другая фотография. Вот это лидер этой партии «Свободная жизнь». Это, по сути, филиал РПК в Иранском Курдистане. Поэтому никакой пик таких... О! Ну, это вообще один к одному, да. Никаких, значит, бойцов этой партии в Армении и в Нагорном Карабахе по определению просто нет и не может быть. И, кстати, 11 октября руководство Нагорного Карабаха, Республики Арцах точнее, предложило, значит, России и Ирану прислать своих наблюдателей в Нагорный Карабах, в Арцах, чтобы они убедились, что там никаких боевиков нет. И такое же предложение. Вообще логично было бы, если взял Азербайджан, который не делает этого предложения, потому что, очевидно, и сегодня мы увидели, там эти боевики есть. Я уж не говорю о профессиональном докладе директора службы внешней разведки Нарышкина и звонке нашего министра обороны Шойгу, министра обороны Турции по этой теме на предмет, а не хотите ли вы их отсюда забрать. Поэтому лучше господин Артаган бы попрофессиональнее, что ли, там что-то как-то говорил, не вводил в заблуждение ни наше руководство, ни кого-то либо другим. Кстати, он признает, что Путин сказал, что ничего об этом не известно, это не может быть по определению. Вот мы сейчас вот с вами как раз на эту тему остановились. Извините. Да, Семен Аркадьевич, ну, смотрите, мы убедились и в том, что как работают журналисты на той и на другой стороне. Если на стороне Нагорного Карабаха наши журналисты, конечно, о рисковой жизни допускаются везде, но главное соблюдать меры предосторожности, правда, не всегда это удается, они видят все своими глазами и докладывают то, что видят. Это основная работа журналиста, дать объективную информацию. То есть, с той стороны, очень много ограничений. Нельзя ехать на передовую, нельзя разговаривать с своими наслужащими, нельзя снимать те объекты, которые не дают снимать. Все можно делать только в присутствии сопровождающего, а после того, как ты снял, весь отснятый материал подвигается к цензуре, то есть его просматривают. И то, что считают нежелательным, запрещают. Вот разница и в этом. То есть даже журналисты не могут выдать объективную информацию. Полностью объективную. Они дают частичную, и так получается, что эта частичная информация не раскрывает всей той правды, которая творится на другой стороне. И это мы знаем из сводок нашей разведки, потому что все-таки разведка у нас одна из лучших в мире. И когда директор СВР говорит об этом, то это истина в последней инстанции. Это, кстати, вы правильно говорите. Для некоторых наших деятелей, которые выступают везде и всюду, не имея ни малейшего представления, о чем речь идет, иногда ставят под сомнение. Я удивляюсь. Слушайте, вы где вообще живете? В Российской Федерации или в Турции? Определитесь, пожалуйста. Если в Турции, то вперед туда отказываются на сиху государства. Я бы еще сказал, появляется уже в некоторых средствах массовая информация, но пока в области интернета, значит, такие вот призывы, что нужно оставить Карабах. России там делать нечего. Ну и Армению оставить. А зачем? Это не наша война. Нужно постоять в сторонке, умыть руки, постоять, подождать. Ну, вот так. Такие вот речи меня просто удивляют. Потому что все знают, что есть... Да, да. Слушайте, когда... Да, да. Слушайте, ну я слышал, как выступление на одной радиостанции одного деятеля, полупьяного вечно в состоянии, который говорил, ну в Армении же нет ни нефти, ни газа. Что ты там делаешь? Вот и все. Все это логика мышления, в общем-то, крупного деятеля, чиновника, по большому счету сказать, бывшего журналиста. Ну а что вы хотите? Нет мышления ни геополитического, ни геостративического плана. Бессмысленно объяснять, что нынешнее руководство Армении, как говорится, ни вы, ни я не в восторге. Но, в конечном счете, у нас там наша база, наши пограничники. Есть возможность усилить наше влияние и поменять ситуацию в лучшую сторону. К сожалению, в Азербайджане этого нет. И Азербайджан уже конкретно стал протурецкой такой страной. Когда господин Артаган откровенно говорит, что он, оказывается, разговаривал с Путиным, предложил, давай ему со своим братом Алиевым договоримся, а ты с Пашиняном, и мы там все это самое, что называется, поделим. Но более откровенно больше не скажешь. Куда уж дальше-то? Ну куда дальше? Ну, так как мы сейчас становимся известны, нам то есть данные от нахождения большого количества турецких офицеров и генералов, которые, собственно, планируют и проводят боевую операцию против Нагорного Карабаха, да? Я уже не говорю о спецназе турецком, который там вовсю воюет. И вот под Шушой это была их попытка подхода прошлой ночи. Ну, знаете, я удивляюсь, чем люди... И, кстати, это был спецназ, и против кого он воевал. Там были, конечно, представители армии обороны Нагорного Карабаха, но там были и местные жители. То есть ополченцы, можно их так сказать. И результат боя, говорят, все-таки остался... По сути, их призвали, да. А как это? Если к вашему дому подошла война, и вас не считают, ну, та сторона не считает, что вы имеете право здесь жить, и если вы не уйдете, они вас убьют. Какие ваши действия? Вы пойдете защищать эту землю, у которой у вас могила ваших прадедов, прапрадедов, а здесь ваша церковь, вы здесь выросли и росли, здесь ходили в школу, здесь работу, здесь выращивали виноград там или еще что-то. То есть это ваша земля, а вам говорят, что нет, это не ваше. Конечно, пойдут за... Все мужчины пошли на защиту. Вот женщины и детей, я знаю, эвакуировали в Армению, но мужчины остались. А есть еще сведения о том, что формируются женские отряды обороны. Женщины берут в руки оружие. То есть там положение будет драться до последнего. И нужно это понимать. А недавно со мной общалась армянская одна газета, вот не запомнил, к сожалению, название. И мне говорят, ну как же это? Пашинян сказал, я согласен на миротворцев, почему вы не вводите? Я говорю, то, что он сказал, это ничего не значит. Значит то, что если бы он обратился в Совет Безопасности ООН, собрали бы экстренное совещание, на Советы Безопасности ООН была принята резолюция об оказании помощи населению Нагорного Карабаха, которое подвергается фактически геноциду, дали бы карт-бланш миротворцам, потому что миротворцам выдает карт-бланш ООН. И эти миротворцы бы простали на линии, как говорится, разграничения и отогнали бы тех, кто жаждет перерезать там все. И это, кстати, то решение, о котором говорил наш президент, что нужно добиться прекращения огня. Но он не говорил там договориться, он сказал добиться. Это две большие разницы. Конечно, там в Женеве будет совещание 3 плюс 2, будут пытаться стороны, это по минскому формату. Но я думаю, что наиболее действенным сейчас является предложение Ирана, который сказал, что нужно собираться тем, кто находится в регионе без Америки, без Франции. Потому что, к сожалению, их роль в этом конфликте действительно около нулевая. А США заинтересованы в этом конфликте. Есть, как говорится, доказательства, есть предположения, есть, скажем так, ходы, которые говорят, что они не заинтересованы останавливать войну до определенного момента. Ну и понятное дело, что за турецкими, как говорится, товарищами вот этими, за этой турецкой коалицией, за турецкой разведкой стоит британская разведка. Тоже сторонняя страна, она далека от Закавказья. Однако она там вмешивается. Как вмешивается, например, в дела Киргизии. Там тоже в качестве посла работает бывший разведчик МИ-6. А и в Турции работал нынешний глава МИ-6, Джулиан Мор. То есть все говорит о том, что там вот эти стороны, которые говорят, что мы за мир, на самом деле не за мир. Единственная страна, которая за мир, это Россия. И вторая страна, которая заинтересована к этому, которая не участвует в конфликте, это Иран. Потому что беспокойство на северных границах, и если его не прекратить, то обернется, для Ирана тоже плохо. Он будет изолирован с севера. Когда все закончится не в пользу Ирана и России, если этого допустить, он будет изолирован, там появятся базы НАТО, и тогда Иран окончательно придушит вот эти базы НАТО, если вся территория будет под обстрелом. Иран это понимает. А по поводу курдов, я действительно согласен, что это очень хороший аргумент народа, который знает, что такое турки. Народ, который, я не знаю, какой еще там есть народ, ну, помимо армянского народа, да, настрадался. Народ, который считает... А сирийцы, греки? Ну, сирийцы, греки, тем более. Ну, езиды тоже курды. Я просто видел национальную карту, была такая очень интересная диаграмма, где показывали национальную карту Турции где-то в начале 20-го века, или конец 19-го века, вот даже. И то, что сейчас. Там очень много их народов уже нет. Куда они подевались? Я вам, Алексей Петрович, приведу цифру. К середине 40-х годов 19-го века свыше 40% населения современной территории Турции были христиане. Сейчас 0-0, чего-то десяток. Ну, да, там некоторые антонные, которые сохранились где-то в Константинополе, да и то там, как говорится, последние святыни христианские, да, уже не их. Что там осталось? Может быть... Я сегодня на эту тему поговорю, чуть погодя, погодя, чуть погодя поговорю. Скажите, Алексей Петрович, вот Владимир Вольфович Жириновский сделал, в общем-то, хорошее предложение, как мне кажется, да, чтобы армянская сторона напрямую обратилась в Россию за военной помощью. Что касается Пашиняна, тут даже спорить не хочется. Слушай, человек абсолютно не готов для того, чтобы он на командующей армии. Но он пустое место. Он должен уйти, уступить свое место другому человеку, какому-то либо, который готов и может организовать, значит, сопротивление турецкой коалиции. Это очевидная вещь, не об этом речь. И вот Владимир Вольфович, я считаю, правильно сделал предложение, чтобы после этого обращения Россия могла поставить самое современное оружие армянской армии, да, которое должно дать отпор, значит, агрессору, который вторгся и убивает мирных людей. Как вы готовы к этому предложению? Я отношусь к этому предложению положительно, потому что здесь нужно действовать по сирийскому варианту. Вы ведь вспомните, что когда жизнь в Сирии уже шла на ее окончание, ну там, на неделе, а может быть, на дни, когда уже игиловские знамена уже были в самом Дамаске, да, Сирия обратилась за помощью. Она пригласила Россию навести порядок. Россия еще получила мандат ООН. И в результате государство было спасено. Здесь нужно действовать по такому же сценарию. Но понятное дело, что Пашинян за 33 дня своего словоблудия, который он нес с патриотическим уклоном, вставая из страны огромная, все в бой, все в бой, призывал там создавать отряды ополченцев. Ну куда вот отряды ополченцев, людей, которые, да, патриотически настроены, они не имеют боевого опыта, пойдут воевать с таким же, ну, например, с турецким спецназом. Конечно, они героически будут сражаться, но они все лягут, все это понимают. Не такая помощь нужна Нагорному Карабаху. Не такая. Военную помощь тоже не оказывает братским армянам с Нагорного Карабаха. У них очень сложная положение с боеприпасами. Отношения. Да. Да, и отношение между руководством Степанакерта и Еревана было непростое. Да, такое ощущение, что вот армян с Нагорного Карабаха кидает на костер войны, чтобы они там все сгорели. И у товарища Пашиняна больше не было никаких оппонентов. А он радостный побежит к тому, кто его привел к власти. Я вот так это вижу. Спасибо, Азербайджан. Спасибо. Спасибо вам огромное. Спасибо. До следующей встречи. Надеюсь,